Эффективность использования имеющихся ресурсов прошла красной нитью через все совещание. Как сделать так, чтобы экспорт и товарооборот увеличивались, при этом сохранялась стабильность на внутренних площадках? Не было тока кадрового потенциала, даже наоборот, появлялись новые рабочие места с достойными условиями труда и материальной составляющей. Да, регион справляется с намеченными показателями, однако в отдельных направлениях все же есть определенные трудности. Например, замедлились темпы роста экспорта. На решение этого вопроса у губернатора региона есть свое видение. В основном оправдывание это тем, что российский рынок проседает, цены закрывают и так далее. Мы об этом уже говорим не один год, и ситуация эта не меняется, она не изменится в ближайшее время. Поэтому мы говорили о том, чтобы осваивались новые рынки Китайской Народной Республики, европейский рынок. В рамках заседания были рассмотрены основные показатели, характеризующие экономические процессы в регионе. Основной интегральный показатель, характеризующий развитие области, это валовый региональный продукт. Вырос за первое полугодие на 4,7%, при прогнозном показателе прироста на 3,1%. С плюсом сработало большинство отраслей региального сектора экономики и сферы услуг. Один из важных элементов формирования экономического потенциала Брестского региона – развитие сельскохозяйственных комплексов. Оценивая успехи хозяйственных комплексов области, Михаил Мясникович призвал более тщательно подбирать кадры для этого сектора. Вопросы здесь все же есть. Я полагаю, что вопросы кадровой политики надо было бы решать более серьезно и более индивидуально. И может быть имеет смысл обл. исполкома и обл. совету наметить и реализовать конкретно ряд мер по этому направлению. И подбор, и подготовка, и расстановка кадров – это тема и вчера, и сегодня, и завтра главная задача. Возможности мы видим практически у всех равные, а результаты разные. Подводя итог большому разговору, губернатор региона Анатолий Лис высказал мнение о том, что ресурсной базы для решения многих экономических тем сегодня достаточно. Он призвал руководителей на местах быть более инициативными в решении вопросов и рассчитывать не только на ближайшее будущее, но и оценивать долгоиграющую перспективу. Только так, по мнению председателя обл. исполкома, сегодня можно строить эффективную экономику.